Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергея Уланов. В Уральске состоялся массовый велопробег. В этом году его приурочили к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Попробовать свою силу в велоспорте решили сотни уральцев. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Сбор участников велопробега прошел рядом со зданием Салтана Царая. Именитые спортсмены прибыли на место назначения еще задолго до начала. Ведь для успешного старта необходимо размяться и проверить свое снаряжение. В велопробеге приняли участие люди всех возрастов. От самых юных до ветеранов. От любителей до маститых спортсменов. Всех их объединило одно – любовь к велоспорту. Чаще надо вот такие мероприятия. Раньше вообще хорошо было. И это устраивали конкурсы по бегу. Сейчас немножко у нас отстало, конечно. Всегда нас собирали, объявляли, объясняли. Бегали и по проспекту. Парк и Киру часто участвовали. И по 10, и по 25 километров. Это нужное дело. Мероприятие имеет очень большое значение в плане популяризации велоспорта. Раз. Потом здорового образа жизни. Здесь присутствует, во-первых, и все командование облспорта, скажем так, все физруки. Потом велошколы. Ну и мы вот ветераны спорта. Нам там от 50 до 75 лет. И это показатель такой, что уже ни с чем не сравнишь. По уже сложившейся традиции стартовал велопробег от здания Дворца торжеств Салтанат Сырае. Возглавили колонну Акимы города и области. Колесить по городу на велосипедах им не впервой. Маршрут велопробега протянулся от старта вдоль улицы Абу-Хаирхана. Затем велосипедисты свернули на проспект Евразия. А уже оттуда путь лег к финишу. Площа Диабая. В то время как велосипедисты направлялись к финишу на двухколесных помощниках, часть спортсменов преодолевала дистанцию бега. Их маршрут лег от Стеллы до площади Абая. К финишу они прибыли раньше и успели встретить велосипедистов. Понимаю я участие в мероприятиях раза три. Обязательно нужны такие мероприятия для поддержания духа, для спортивного образования. Прийти первым здесь не важно, отметила Аким области. Главное то, что каждый из участников преодолел этот путь для себя. Это прежде всего победа над собой. Это закалка тела, закалка духа. И я считаю, это еще одна возможность проверить себя, на что ты способен. Организаторы отметили, что велопробег проводится далеко не в последний раз. Впереди еще масса подобных мероприятий. Марина Горбук, Дорин Дусимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральцы приняли участие во всеказахстанском дне посадки леса. На улицы города вышли сотни людей – госслужащие, работники организации, студенты и школьники. Деревья высаживали в центре города и на окраинах. Массово поддержали акцию ученики 46-й школы. Они вместе с родителями вышли на улицы, чтобы внести свою лепту в озеленение города. Во всемирный день посадки леса за лопатой и граблей взялись все – от мала до велика. Ученики 46-й школы вышли сажать деревья со своими родителями. Ведь всей семьей дружно посадить дерево – дело совсем нетрудное. Главное – сделать это от всей души. Сажаем дерево, показываем своим поколениям, чтобы видели, как сажать, как держать, гордо, чисто, чтобы было зелень. Вообще мы сегодня вышли с семьей. И мы очень рады, что можем в это дело вложить свой труд. И чтобы наш город процветал, зеленел. Это очень хороший пример нашим детям. По улице Козылжарской мамушевы посадили десятки саженцев тополя. Это дерево хорошо приживается в Уральске. Стоит отметить, что малыши с радостью приняли участие в посадке. Отрадно, что несмотря на юный возраст, они уже гордятся своим городом и хотят сделать его еще краше. Я сегодня пришла сажать дерево, чтобы город был красивее. Активное участие людей в акции показало, что преображать город вместе не очень-то и тяжело. А пользы от совместной работы немало. Все деревья посадили буквально за час. А расти они будут десятилетиями, украшая и очищая Уральск. Марина Горбук, Дориан Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. В свой 90-летний юбилей поздравление от органов прокуратуры получила заслуженная юриста Республики Казахстан Роза Гарифовна Мафеева. Свой трудовой путь она начала в годы Великой Отечественной войны. Работала секретарем Следственного отдела прокуратуры области. В 1945 году прошла шестимесячные курсы прокурорско-следственных работников в Алмате и закончила их с отличием. Уже в 1946 году Роза Гарифовна была переведена на должность народного следователя прокуратуры города Уральск, где через год получила свой первый классный чин – младший юрист. Коллеги-ветераны говорят, что она высокий профессионал, знаток своего дела и всегда с ответственностью относилась к любому вопросу. С августа 1985 года Роза Гарифовна находится на заслуженном отдыхе. Голевая феерия от Акжаика. Уральский футбольный клуб провел первый домашний матч в чемпионате страны среди команд первой лиги. Задача на этот сезон у команды одна – выход в премьер-лигу. Но чтобы ее добиться, нужно как минимум попасть в призовую тройку. Первый шаг был сделан в игре против экибастузца. Сегодня в Уральске открытие футбольного сезона. На своем родном стадионе Уральский Акжаик принимает клуб экибастузец. Болельщики не прогадали, что пришли на эту игру. Голы были забиты на любой вкус. Футболисты Акжаика в этой игре были настроены только на победу. Неудача в первом туре, обидный проигрыш со счетом 1-3 Булату АМТ остался в прошлом. Первый мяч ворота гостей головой провел Руслан Валиулин. Экибастузец, пропустив мяч, отдал инициативу в руки уральцев. Второй гол записал свой актив Марушка Матец. Первая половина встречи выдалась богата на события. После фола в штрафной ворота экибастузца судья назначил пенальти. Его после добивания реализовал Олег Хромцов. Четвертый мяч вновь забил Руслан Валиулин. Но и на этом уральцы не остановились. После пропущенного гола с пенальти Марушка Матец отличился еще раз. Окончательный счет 5-1 в пользу Акжаика. Счет как бы радует. Вроде бы, да, действительно, там 5 забили. Может быть, еще там столько же таких моментов было. Ну, давайте, если так как бы порадуемся, конечно, этой победе. Но проблем я имею в виду еще как бы в командных взаимодействиях, игры в обороне. Но они существуют. И вы прекрасно видели, что нас и в первом тайме, в общем-то, там тоже пару раз прощали. Вот, поэтому, ну, я думаю, что пока единственное, что действительно порадовало, это как бы счет на табло. А работа еще, в общем-то, ну, непочатый край. Футболисты уральского Акжаика не скрывали радости от крупной победы. В первую очередь хочется, наверное, поздравить с началом чемпионата всех болельщиков. Все пришло нас поддержать. Задача у нас стояла любой ценой выиграть, потому что, знаете, проиграть дома первый домашний матч. Это просто... Ну, многие отвернутся от нас. Половина не поймет, как это три сбора прошли в Турции, там тренировались. В итоге приехали и проиграли. И поэтому мы, я думаю, и тренер, и ребята довольны, потому что та установка, которая была, в основном, она выполнилась. Ну, и, наверное, пять мячей забитых сегодня командой сами за себя говорят об удовлетворительной, очень удовлетворительной игре. Следующую игру Акжаик проведет 25 апреля в Южно-Казахстанской области против Махта Арала. А дома 29 апреля в матче Кубка Казахстана предстоит матч с Актобе. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабрев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.